Жизнь моя вся прошла, как говорится, на колесах. Здесь в железной дороге не могу. У меня общий стаж составляет почти 35 лет. Работал в средней азии на железном транспорте, преподавал в училище. Но все-таки моя судьба тянула меня работы на локомотиве. С 2002 года и по настоящее время работаю на московской железной дороге. Я работал машинистом тепловоза на маневрах в депо Ильича. После этого мне предложили работать дежурным по депо в депо Лихобор, где я работаю по настоящее время. Всего поездки, всего самого хорошего. До утра. Железная дорога меня привлекала тем, что на ней была дисциплина, военная подготовка. Благодаря четкой и слаженной работе в локомотивной бригаде даже можно было сверять часы. Вот это все меня привлекало. Есть такие люди, им нравится железная дорога, и они отдают себя полностью. У меня и сын тоже железнодорожник. Так что стараемся всем 7 месяцев работать на железной дороге. Отец водил нас с собой на футбол. И с тех пор, независимо, как играет локомотив, проигрывать или выигрывать, мы всегда всей семьей болеем. И с супругой своей, и с детьми, которые болеют за локомотив. И сейчас у нас растет внук, которому будет год, но он уже приходил, мы его приводили, и тоже будем прививать ему любовь к футболу. Когда приходишь болеть, здесь выплескаются все эти эмоции, весь азарт, и ты чувствуешь, как ты в этом коллективе. А я считаю, что самые лучшие болельщики локомотива. Самое радостное, что в этом году суперкубки, проигрывая со счетом 2-1, мы победили 3-2 и взяли суперкубок, что очень приятно за ребят, и мы гордимся этими ребятами. И то, что мы вообще являемся болельщиками локомотива. Валентин работает, что в местной дороге будет 3-5 лет, и все это время переживает за вашу локомотиву. Давайте вместе и поддержу Валентина! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!